Два мурала в благодарность врачам Самарской области, которые появились в Самаре и Тольятти в этом году, принадлежат авторству Семена Маверского и Оксаны Гладковой. Это не первая их совместная работа. Они вместе рисовали в Самаре игроков сборной России по футболу, в Сургуте пилотов, которые посадили самолет на кукурузном поле, и в Туле Льва Толстого. Теперь, благодаря конкурсу FormArt, у них появилась возможность создать еще один. Семен отправил сразу два рисунка. На одном изображены медработники, держащие в руках сосуд с фауной и человеком, а на втором изображена пара, которая целуется через медицинские маски. Хотелось нести немного чего-то романтического во всю эту историю с пандемией, как-то разбавить, показать, что у людей еще есть надежда, есть любовь, дружба и прочее. Оксана же в своей заявке отразила эпоху после болезни. На ее рисунке ребенок дышит чистыми легкими, а маски и перчатки висят в стороне. В моем эскизе я постаралась изобразить период, скажем так, постковидный период, когда болезнь отступит от нас. И этот период, я думаю, сопровождается тем, что люди смогут спокойно вздохнуть без страха в полной грудью. Сами эскизы художники пока не показали, ждут результатов конкурса. Но, признаются, если кто-то из них выиграет, то переносить рисунок на стену будут вместе. Кому предстоит запечатлеть рисунок на стене, решат члены жюри регионального этапа конкурса «Форум арт». Сейчас продолжается сбор заявок. Он продлится до 7 августа. Художники, как профессионалы, так и любители, могут представить эскиз будущего мурала, посвященный медикам и волонтерам, работающим во время пандемии коронавируса, либо адаптации общества к новым условиям. Рисунок победителя нанесут на стену дома номер 317 Паново-Садовой по согласованию с жителями. Все это пережили, это было сложно для всех. И сейчас хочется как-то из этого уже начинать выходить. Но историю никуда не денешь, это останется в истории, поэтому все равно это важно запечатлеть. Муралы сделают во всех 14 регионах ПФО. После того, как рисунки появятся на стенах, жюри выберет лучшие работы, авторы которых получат до 100 тысяч рублей на реализацию своего творческого потенциала и создания новых проектов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.